Я вышел из фильма с дичайшей головной болью. Фильм шумный, где много истерики, крика, слез. Как только, наконец, там все успокаивается, и персонажи, наконец-то, сели в самолет, где, ну, все-таки довольно тихо, тут же за их спинами оказывается ребенок, который начинает орать. Спасибо большое, Шон Бейкер. Давно я не испытывал такой дикой, не снимающейся ничем, невыносимой, ужасающей, воспламеняющей меня изнутри головной боли. Всеволод, а это прямо шикарная похвала, учитывая, что ты, вообще говоря, преподаватель с многолетним стажем, и каждый год вынужден взаимодействовать с новыми ордами молодых румяных студентов. Скажи мне, что с твоей головой, дорогой Даулет? Страдал ли ты? Всеволод, я так живу в таком темпе, понимаешь? Все орут, Симона по ночам, значит, ревет сквозь этажи. И я люблю хаос, Всеволод. Я люблю, когда на экране много всего происходит. Я люблю ситкомовскую неразбериху, какие-то хореографически выстроенные экшн-сцены, шоу-стоперик. Короче, мне прям было великолепно. Понимаешь, возможно, просто я еще помню бессонные ночи в 20 с небольшим лет, которые примерно так и ощущаются. Ты уже устал, ты не можешь, но все равно почему-то эта ночь, эта вписка продолжаются. И на кухне кто-то уже дерется, кто-то ушел в клуб, танцует, и почему-то в дверь стучится Алексей Серебряков. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск о крупном плане». Меня зовут Даулей Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиск». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. Сегодня мы обсуждаем фильм «Анора» Шона Бейкера, лауреата «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля этого года, трагикомедию про нью-йоркскую стриптизершу, которая выходит замуж за сына русского олигарха, а дальше начинается то ли комедия положений, то ли грустные инди-драмы про капитализм и разбитые мечты, то ли и то, и другое вместе. В главных ролях снялись Майки Мэдисон и знакомые нам лица Юра Борисов, Марк Эдельштейн и даже на минуточку заглядывает Алексей Серебряков с Дарьей Якомасовой. И это такой перевертыш истории о «Золушке», честное современное переосмысление формулы фильма «Красотка» с Жулией Робертс и Ричардом Гиром. Только теперь тут еще армяне и русский рэп. Так что если вы всегда хотели посмотреть «Красотку», как бы ее сняли на Брайтон-Бич, «Вот это оно». Да, это история про «Золушку», где фея оказалась такой барыгой, которая торгует недоволшебством каким-то. Принц сбежал, король разъярен, королева появилась. У нас, по-моему, не было в сказке «Королева». Просто злюще, как не знаю кто. Не хотел бы я оказаться в этой сказке. Карету, которая только что превратилась в тыква, пытаются увозить на эвакуаторе. И ночь эта не заканчивается в 12, а длится и длится и длится в бесконечных дайнерах и клубах и всяких увеселительных заведениях. Зато мы понимаем, кто настоящий принц в финале. Прости, Марк. Фильм покорил всех в Каннах. Сейчас «Триумфально» ездит по североамериканским кинофестивалям и, кажется, будет одним из главных претендентов на «Оскар». Так что есть вероятность, что Юра Борисов получил номинацию пораньше Александра Петрова. Всеволод, как тебе фильм? Сразу скажу, мне очень понравилось. Мне кажется, я давно так не смеялся. В последний раз что-то похожее было, когда я смотрел мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» и «Анора» временами прямо настоящая слэпстик-комедия. То есть неспроста Грета Гервик, председательница жюри в Каннах, в этом году вручая пальмовую ветвь, вспоминала Говарда Хоукса и Эрнста Любича. Ну, Ниночку, например, там тоже русские действуют, как мы помним. И вообще весь поджанр скрюбл-комеди, который был популярен в 30-40-е годы в США, а дальше как-то тихо исчез. И вот это такое внезапное переосмысление не только классического сюжета, но и какого-то классического жанра. То есть Шон Бейкер удивительным образом смог поженить ситкомовский юмор и физическую комедию с максимально реалистичным повествованием. То есть тут очень сильно шатает по настроению намеренно, от грусти к радости, от какого-то счастья к расчарованию. Но при этом всё это не разваливается, а каким-то образом смиксовывается в единое, очень цельное повествование. Но, насколько я понимаю, Всеволод, ты скорее разочарован и вслед за многими критиками негодуешь, за что это вручили золотую пальмовую ветвь. Так это или не так? Да, наверное, скорее так, потому что для меня это пока, ну если не главное разочарование, это очень большое разочарование. Я очень ждал Анору. И, конечно, вот нам тут пишут наши замечательные слушатели в канале, что ваши ожидания – это ваши проблемы. И это, с одной стороны, действительно так. Андрей Аршавин, уйдите из наших комментариев, пожалуйста, сколько можно. Опять туда приходите. Так вот, действительно, здесь ожидания были сформированы. Ещё за блога Дукан, потому что это очень интересный и, правда, такой уникальный случай. Четыре замечательных российских артиста оказались в фильме одного из любимцев американской инди-сцены – Шона Бейкера. И, конечно, это очень важный момент в контексте диалога культур, культурных мостов, которые вот сегодня или разрушаются, или перекрываются, и по ним никто не ездит, или мало кто ездит. И вот такая очень интересная культурная коммуникация. Я очень был рад, что этот фильм оказался в лайнапе, в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Я невероятно был рад и горд, не везя ни кадра этого фильма, но, тем не менее, я был горд, что фильм получил золотую пальмовую ветвь. В каком-то смысле для российского синефила это, конечно, не повторение «Триумфа журавлей» 58-го года, но всё-таки что-то такое вот отзывается, понимаешь? И я в большом очень недоумении вышел из зала. Я прекрасно понимаю тебя, когда ты говоришь про вот это переосмысление, хотя я бы, наверное, назвал его деконструкцией. Вот именно осмысление пятого эстетического шага мне как будто бы не хватило. То есть я вижу, что происходит, я вижу, что делает Бейкер, какие эстетические операции он производит, и как будто бы мне не хватает ещё следующего акта этой истории, именно такого эстетического. Хорошо, ты это сделал, и что? Что нового ты мне сообщил? Я понимаю этот вопрос, потому что действительно, когда ты берешь какой-то сюжет, то тебе нужно в него добавить что-то от себя. Мне кажется, у Шон Бейкера здесь прослеживаются те же самые темы, которые у него были в целом в фильмографии. До этого это эмпатия к маргинализованным группам населения. То есть у него в предыдущих фильмах были в героях «Доставщики еды», «Ульсин торговец» и некоторое количество секс-работниц. И в «Проекте Флорида», ну, самым известным, ему кажется, в фильме, и дальше. И тут тоже есть обращение к не то чтобы освещаемой области человеческой жизни, и все еще, в которой присутствует стигма. И он заходит со своей неореалистической лупой, когда он погружается полностью в контекст, в жизнь сообщества, когда, ну, вот там, жил долгое время рядом с закусочными. И здесь тоже у нас есть консультантка Андрея Уэрхун, которая написала книгу «Модерн хорр», как раз-таки про то, как живут женщины, занимающийся секс-работой. И он как раз-таки стремился к тому, чтобы показывать очень точно мелкую моторику жизни. И если в той же «Красотке» все еще есть вот эта вот какая-то идея, что тебе нужно вырваться из вот этого вот какого-то мира маргинального к миллионеру, и это классно, это история «Золушки», это «Хэппи-энд». То есть здесь у нас есть вот этот перевод, что показывает, что не нужно тебе обязательно наверх, то есть да, конечно, это такой мир блестючий и приятный, но на самом деле там те еще змеи. И что в твоей этой группе, там, где ты сейчас, на самом деле тоже уже возможны как бы человеческие, настоящие какие-то отношения. Ты говоришь про репрезентацию. Это важно. Одна из важнейших фишек и Бейкера, и всего американского независимого кино – это репрезентация недостаточно представленных категорий. Но репрезентация еще не означает переосмысление. Я по-прежнему стою на этом. Русские олигархи, например. Недостаточно репрезентируемые. Понимаешь, какая штука. Все американское независимое кино, начиная с 19-го года, когда оно вообще создается, как принято считать, да, история американского инди-кино, начинается с 19-го года, с основания компании United Artists. Нужно отметить, Всеволод, когда говорит 19-й, он имеет в виду 1919-й. Американское независимое кино всегда брало за основу эту American Dream, сюжет в том числе американской «Золушки», который уже в 10-е годы очень здорово освоил Голливуд в 10-е годы прошлого столетия, естественно. И в целом это главная тема, главный материал, даже скорее, американского независимого кино. И казалось бы, да, у нас масса всякого уже недопрезентируемого народа было в американском кинематографе, и по-всякому деконструировалась американская мечта. Ты знаешь, у меня впечатление, честно, такое сложилось, что как будто бы «Золотая пальма» не за Анору выдана Бейкеру, а за всю его фильмографию к текущему моменту. Как будто бы награда за вклад в эту тему, что ли, да, потому что, казалось бы, и «Мандарин», и «Красная ракета», и «Проект Флорида» больше, что ли, про это кричат. Там больше боли, там невероятный пронзительный совершенно финал в Флориде, просто, ну, нечеловеческий, когда сердце сжимается, да, и как будто бы предыдущие фильмы Бейкера мощнее Аноры. Все-таки «Золотая пальмовая ветвь» это очень важный приз. Он всегда ассоциировался как раз с авторским кино, независимым кино, с очень многими художественными решениями, неожиданными совершенно. Ну, у нас много разных странных фильмов «Золотой пальмовой ветви», скажем честно. Это не всегда знак невероятного качества. Здесь нужно тоже критически к этому относиться. Вот, но если бы не финальная сцена, я бы, наверное, его просто никак бы не оправдал. Мне кажется, если ты не попал в настроении, в ритм фильма, не несёшься вместе с героями вот по этим каким-то комедийно-трагедийным горкам русским или американским, известно, что у нас это американские горки, а в... Это одно и то же, как известно, да. США, да, русские горки. То действительно, наверное, ничего кроме головной боли у тебя это не вызовет. Здесь же всё-таки я понимаю, наверное, немного про «Золотую пальмовую ветвь» и про «Казский кинофестиваль», и про этот груз ожиданий, и груз вот этого золотой веточки, которая придавливает немного и членов жюри, и победителей. Типа вот, это главный авторский фильм года, вот он двигает вперёд кинематограф, вот мы запомним, чем были фильмы в 2024 году по «Аноре». Часто же это какое-то решение, ну, конкретный жюри, или же просто так бывает, что на контрасте с другими фильмами один как-то выделяется. Так, например, мне кажется, «Титан» не только поэтому победил, но всё-таки, когда тебе дают какой-то боди-хоррор на фоне драм про лишение простых людей, то, конечно, тебе сразу хочется выделить его. Здесь тоже, мне кажется, такой же. Возник какой-то праздник, и все просто порадовались, что есть такое кино, как бы краудплизер. Но мне кажется, что это тоже решение, и это тоже знак времени, потому что всё-таки, как и «Оскар», ну, в меньшей степени, но всё-таки, «Канны» делают отсечку не обязательно лучшего фильма или который как-то двинул вперёд, а каких-то процессов в кино и признания каких-то форм кинематографа. То есть так же, как, вот опять вспомню, «Титан», жюри Каннского фестиваля как будто бы признала хорроры тоже высокое искусство. Всё, что считалось раньше чем-то второстепенным и низким жанровым кино. Сейчас главное, что есть в мировом кинематографе и через что, на самом деле, рассказывают про основные проблемы и самый популярный, наверное, жанр. И здесь тоже, мне кажется, дали не только Бейкеру, но и в целом вот это вот сращение каких-то независимых фильмов и движение в сторону мейнстрима. Ну, то есть вот это вот сочетание арта и массового кино, потому что здесь как раз-таки вроде как зрительская история сочетается с предельно авторским жестом. Плюс всё-таки для меня тут есть какие-то новые формальные придумки в плане комедийного жанра. Именно как тут работает юмор по-разному, сочетание как бы немого кино, диалоговых всяких сцен в духе сороковых и современного вот этого вот независимого кинематографа с ручной камерой и как это всё поженить и ещё чтобы социальное высказывание сделать, мне кажется, как раз-таки очень изящно здесь всё сочетается. Я на самом деле очень рад этой попытке соединить какой-то такой прямо затёртый сюжет с пронзительной историей про девочку, которая, очевидно, трезвее смотрит на вещи, чем мальчик. Она не жила в золотой клетке, поэтому видит мир. У неё более, да, трезвый такой взгляд на мир и на отношения. Здесь интересно, потому что ты мечешься в какой-то момент, думаешь, ну, что ты делаешь? Ну, неужели ты такая наивная, что думаешь, что вот он прямо сейчас реально женится на тебе и всё будет прекрасно, да? Или ты такая циничная, прагматичная девчонка, которая хочет просто взять максимум из того, что получается. Я даже раздражался на неё до финала, а потом мне казалось, что в ней есть и то, и другое. То есть, ты всё понимаешь, но какие-то паттерны социального поведения, да, каких-то стереотипов тянут тебя как раз в эту тему «Золушка американской мечты», а вдруг мне повезёт? Ты знаешь, что не повезёт, что чудес не бывает, такого не будет, но какая-то часть тебя говорит, ну а вдруг повезёт? Это очень здорово сделано, мне кажется. Это, правда, очень важная вещь в фильме. — Синдерелла. — Да, Синдерелла. — Да, и тут же недаром она говорит, что вот я всегда хотела в Диснейленд, там, говорят, есть комнаты как у диснеевских принцесс, как у «Золушки», ну и понятное дело, что это вот в голове. Мне кажется, что это правда великолепно написанный и сыгранный образ, в котором есть вот этот вот, собственно, конфликт внутренний, в котором есть контрасты. То есть, как её изначально представляют, это же очень круто сделана открывающая сцена, которая, с одной стороны, у тебя на титрах, значит, летит мимо голых женских поп. Камера останавливается на норе, она танцует как-то, и ты такой, а, вот, это образ, которым она представляет себя, и как мы её впервые такой видим. А дальше у нас есть серия с параллельным монтажом, где она, с одной стороны, такая, вот это вот только для тебя, вообще мне нельзя, а потом параллельно говорит своему подружкам, ну, это вообще капец. Он, говорит, сказал, что похоже на его дочку, а потом заплатил мне за пять танцев. Такой мерзкий чувак, и ты сразу понимаешь всё про эту грунт, что она, ну, как бы, играет, но при этом всё понимает. И дальше она и для Ивана, этого Захарова, тоже, на самом деле, всю дорогу играет. Она с ним всё время в этих вот иерархических, капиталистических, товарно-денежных, сексуализирующих отношениях, где она не может быть с ним честна, где она не может быть с ним с собой. Она впервые с собой, с ним только, когда к ним вламываются эти армяне с Юрием Борисовым, и там она показывает сразу, ну, что вот она не такая покорная нимфоманка, как ему хотелось бы. Но в ней это сочетается. То есть самое грустное в этом фильме, мне кажется, это то, что она в какой-то момент действительно поверила, что это возможно. Вот на секундочку она вдруг увидела это будущее своё, и её отношения с Иваном, на самом деле, они тоже меняются немного. Там вот очень классно это решено через как раз постельные сцены, которые тут, как бы можно сказать, что они объективирующие, но на самом деле, каждый из них имеет абсолютно понятную драматургическую функцию. Это как раз очень здорово всё сделано и решено. После вечеринки новогодней они занимаются сексом, и Иван быстро старается сделать себе фрикции, а потом, уже после того, как он ей сделал предложение, она такая, слушай, давай помедленнее, вот так вот, это же приятнее. И дальше она пытается, когда он играет в виде игры, с ним поговорить, слушай, а вот родитель твоя, что как. И мне кажется, что это как раз-таки вот её попытка эти отношения вывести куда-то во взрослые взаимодействия. То есть, у него всё это детское, а она взрослая. И вот эта вот тема, дети, взрослые, что такое быть ребёнком, что такое быть ответственным взрослым, оно тут тоже присутствует. И она очень крутая героиня. То есть, и Джулия Робертс в «Красотке» на самом деле очень классная героиня, объёмная и самодостаточная, но там просто всё это сводит к тому, что вот получи принца с боязнью высоты и букетом роз и «Будь тебе счастье». А здесь она до конца как бы абсолютно реалистичная. Причём тут ещё показывают, что Ваня совершенно необычаемый персонаж. Она ему всё объяснила про секс, а он снова начинает как привык. Да, он так же лихорадочно играет, жмёт по кнопкам, так же лихорадочно веселится. Там интересно, это можно интервьютировать как то, что он подсознательно как бы ждёт появления госпожи Камасовой и понимает, что рано или поздно это закончится, поэтому надо взять побольше, поскорее, побыстрее. Как каждый из нас. Пока не вернулись родители, ты дома такой «Да-да-да, открыл ящик конфеты, всё съем, пока не пришли». Вот всё, что ты описываешь, я понимаю, но как будто бы для класса режиссура Бейкера, который мы знаем по его предыдущим картинам, это недостаточно сильные решения. Они как будто бы простоваты, иногда грубоваты. Я от Бейкера жду чего-то другого. Это странно, что даже в середине, когда это всё как бы хохма в кавычках для меня лично, начинается, она вся устроена по одному паттерну, который, в общем-то, меня тоже ритмически начинает уже выводить из себя, потому что я уже понимаю схему. Когда мы говорим про американские горки, всё-таки в американских горках есть непредсказуемость. Для меня в этом фильме слишком много предсказуемости, даже на уровне вот этих паттернов сюжетных. Ты вообще, говоря, когда-нибудь ездил на американских горках? Ты заходишь в этот аттракцион, и ты видишь всю конструкцию, и такой, да, ну я понимаю, вот сначала тут наверх, вниз, дальше оно так, и дальше по кругу, и более-менее в курсе, что тебя ждёт. Ой, не скажи. Но, когда ты приезжаешь по ним, ты понимаешь, что твоё вот это представление и твоё в целом понимание того, что тебя ждёт, оно как бы блеклое, и ты пока, значит, на этих горках едешь и орёшь, тебе круто. То есть это как бы про опыт, это про путь. Там нет паттерна. Конечно, есть паттерн, все, Влад. Окей, там нет узнаваемого паттерна, хорошо. Я, по крайней мере, ну когда я по этим горкам кручусь, у меня нет ощущения узнаваемости. Извини, они длят всего минуту, эти путешествия по американским горкам, как правило. Я не успеваю этот паттерн за минуту считать и устать от него. А тут я его и считал, и уже устал от него. Мы, на самом деле, про фильм говорим, не про американские горки. Это метафора, если вдруг кто-то думает, так, почему мы вообще про горки говорим? Кстати, я никогда не любил американские горки. Кстати, видимо, поэтому я не люблю Анору, потому что горки меня бесят. На американских горках у меня всё время, с первой же секунды очки слетают, и дальше я держу эти очки, боюсь их выронить, и я уже всё время думаю, как бы очки у меня не грохнулись наземь. Оземь, туземь, не знаю, как правильно это по-русски говорить. Сел, понимаю о чём, ты понимаешь твоё восприятие фильма. Лично у меня, и, вероятно, у тех, кому понравилось кино, чувство, что тебя каждые несколько минут удивляют, какой-то поворот, какая-то шутка, какое-то неожиданное решение, что тебя держат в напряжении на протяжении всего действия, у меня оно было. То есть я не устал от фильма, хоть он идёт 2 часа 10 минут. Поэтому в целом, хотя я понимал, чем это закончится, всё равно мне было интересно смотреть. Ну и плюс, я понимал всё-таки, потому что я кинокритик, я веду подкаст про кино, я читал что-то про Анору, и я видел этот постер, что реалистичный взгляд на красотку, и я понял, значит, что там что-то пойдёт не так в какой-то момент. Но прям создаётся ощущение в первой половине, по крайней мере, что а вдруг, а вдруг всё-таки этот Ваня не такой пустой и трепливый пацанёнок. Вдруг у них всё будет хорошо, вдруг они как-то будут противостоять вот этому давлению семьи. Мне кажется, это очень здорово, вперёд, но вот это вот ощущение влюблённости, бесконечное веселье, вечеринки, очарованность новым человеком, и это ещё, конечно, Марка Дель Шейн очень хорошо, мне кажется, что-то продаёт вот эта вот очаровательность, манящее ощущение беззаботности и радости вечной, в которую тоже хочется погрузиться. И у тебя есть вот эта вот первая треть такая, а дальше очень крутой сразу контраст с тем, что в реальном времени происходит вот эта вот сцена, экшен, драки с Гарником и Юрой Борисовым, а дальше, опять-таки, в реальном времени у тебя вот эта вот бесконечная ночь, тоже очень здорово передано. Это какое-то такое, знаешь, немного ремейк иронии судьбы или с лёгким паром, только если бы наутро Женя Лукашин сбежал куда-то из квартиры мамы, и Надя вместе с его мамой и друзьями искали бы всю ночь по Москве, куда подевался Женя Лукашин, а он в бане в итоге пьёт. То есть, есть ощущение чуда, а дальше у тебя две трети фильма постепенно расчарование. И мне кажется, это как минимум в рамках метафоры американских горок один очень крутой поворот, от которого у тебя захватывает дух. И в течение этой бесконечной ночи всё время какие-то комедийные ситуации происходят, всё время какие-то смешные склейки, и я не скучал. Мне кажется, это очень смешной фильм, и мне даже интересно, как его смотрят англоязычные зрители, потому что очень же много построено на каких-то интонациях, на словечках русских, и это как раз-таки невероятно тоже достижение Шона Бейкера, который сумел срежиссировать невероятно смешной фильм на чужом языке, даже на двух чужих языках. И это как раз-таки ещё раз показывает то, насколько он, во-первых, умеет выбирать актёров и соратников, во-вторых, доверяет людям, и, в-третьих, чувствует органичность, потому что в фильме «На вынос», например, там тоже очень много звучало китайского, а в «Мандарине» армянского. Это как раз-таки очень крутая режиссёрская работа, и он говорил, что очень многие фразы на английском, например, симпровизировали актёры, тот же Марк Эдельштейн некоторые реплики сам придумал. То есть это всё равно круто сделано в рамках «Вышибеть дух из зрителя и удерживать его внимание». Всеволод, давай поговорим про финал. Самое живое место в фильме, самое драматичное, наконец-то. Я прекрасно понимаю, что весь этот ор, шум, плач детей в самолёте и так далее нужен только для того, чтобы он оглушит нас тишиной и вот этим звуком дворников, чик-чик-чик-чик в финальном эпизоде. Мне кажется, здесь всё очень как-то меняется в какую-то правильную сторону для меня. Мы действительно видим пронзительную, очень точную, мне кажется, отработанную реакцию героини. Она привычным образом в знак благодарности пытается заняться любовью с человеком, который что-то ей там сделал хорошее. Или наоборот, здесь тоже я читал про это в западных рецензиях, что наоборот не хочет быть ему обязанной и поэтому должна ему отплатить. Больше ей нечем как бы выплачивать, это такая бессознательная, схематичная, автоматическая реакция. И когда она видит, что на эту её реакцию контрреакция совершенно другая, что она целует её и обнимает, и там очень много нежности, и силы, и заботы, она вдруг рыдает. Ради этого, наверное, финала стоило ждать всю эту круговерть, переживать, у меня головная боль немножко утихла в этот момент. Он очень пронзительный, он правда наконец совершенно по-другому раскрывает этих персонажей, даже не так, он не то, что их раскрывает для зрителей, это в общем-то уже понимали, он их раскрывает друг для друга. Они наконец окончательно увидели друг в друге не функции, не девочку, которую нужно приструнить и таскаться с ней там какое-то время, потому что босс велел и не мальчика, который вот значит такой русский бандит и вообще плохо себя ведет по отношению к женщинам, а людей. Не схему, а человека. И финал настолько выбивается из всего представления, что он кажется неуместным. Это хорошо, кстати, что он неуместный, он настолько неожиданный. Вот это правда то, что меня удивило в картине. Вдруг закончили на такой высокой драматичной ноте. Да, и мне кажется, что это такая как бы завершающая точка в драме героини, которой вот разбили мечты она сначала очаровалась, а потом разочаровалась не просто в этом конкретном Ване Захарове, и не только в его кудрях и прекрасных глазах. В кудрях, которые зарубежные критики теперь тоже, как и российские, сравнивают с кудрями Тимати Шалама. Я тут начитался всякого. Ни один критик про это пишет, да. А Нора на самом деле разочаровалась в мечте, в том, что что-то возможно, и она увидела, что ее воспринимает просто как хукер, хор, ночная бабочка, там серебряков в какой-то момент бросает. И в этот момент как бы дна, она не верит ни во что, и в себя не верит, и в этого Игоря тоже не верит, и поэтому она пытается ему предложить такие вот товарно-денежные отношения, и то, что она, когда он пытается его поцеловать, его бьет, пытается и вырваться, не хочет целовать, это же тоже про это, это про как бы немой крик, пожалуйста, не надо мне снова говорить, что мир это хорошее справедливое место, я не хочу снова разочаровываться, я не хочу снова собирать сердечко по осколкам, это очень действительно грустная какая-то пронизительная сцена, но при этом я не согласен, что это как-то внезапно появляется, сюжетно в течение всего фильма, мне кажется, к этому вели, потому что там много отдельных есть специально сцен небольших, где только Юра Борисов и Майки Мэдисон, и как он как бы к ней пытается человечественно отнестись, он там ей в какой-то момент виски, кажется, наливает, поскольку она орала на родителей, и то, что он говорит, мне кажется, Ваня должен извиниться, вот этот вот бондинг, это второстепенная линия фильма, очень классно выстроенная, и мне было интересно, куда это приведет, и здесь действительно какой-то такой образ внезапного человеческого тепла, хотя, на секундочку, герой Юрия Борисова, ну реально ее не выпускал из дома, удерживал ее, связал ее, еще и Газлайтил, когда говорит, что я делал это только для того, чтобы ты не повредил себе там что-то, это же тоже такая, ну в общем, нечестная игра. И ты понимаешь, что настолько низкая планка человечности в этом мире, что вот такой вот герой, ну, он такой, я не гопник, но все-таки немного и гопник, и мы знаем, что он к насилию на самом деле привычен, как он бейсбольно битый разбивает в магазине сладостей, все и рассыпает все эти мармеладки по полу, во-первых, жуткая растрата мармеладок, во-вторых, ты понимаешь, что ну он это делает время от времени, что вот он такой решала и мускулы, но когда даже такой герой вдруг как-то по человечке относится, то это рвет сердце, потому что в остальном там нет особенно каких-то прям человеческих отношений, то есть даже у братьев, у Тороса и Гарника, у них тоже какие-то такие отношения, не то чтобы один о другом заботиться, сломан нос, и они не едут куда-то в больницу, и между остальными тоже вот эти вот приказные отношения, ты всегда либо кому-то приказываешь и для кого-то авторитет, либо ты кому-то другому прислуживаешь, и это такая феодальная иерархия, что есть сеньоры, есть вассалы, в которые невозможно какие-то отношения на равных, и единственное, какое-то тут есть тепло, это Систерхуд, подружка-стрептизерша в этом клубе, с которой они мужиков мразотных обсуждают, это действительно как-то тепло, а в остальном нету, и точно это противоположно в Бола, а Нора ничего хорошего не ждет. Там очень интересная история с идентификацией персонажей, потому что они оба нервно реагируют на некоторые определения, как бы не принимая в себе что-то, когда, значит, он называет гопником, Игорь, да, как-то нервно реагирует, я не гопник, довольно часто а Нора реагирует на эскортница, там, секс-работница, что-то еще, она настаивает на то, что она просто исполнительница эротических танцев, хотя на минуточку, в самом начале, да, значит, он ее как бы покупает на целую неделю, будь моей девушкой, за деньги, и это уже не только исполнение эротических танцев, извините, и как-то вот не нравятся им эти слова, ни той, ни другому, и для меня, кстати, вот эта теплота и пронзительность финального эпизода, это, конечно, про принятие реальности, тяжелое, но, я думаю, освобождающее все-таки, да, принятие реальности Анорой, правда, она больше не бегает за этими какими-то осколками американской мечты, понимает, что реальность более грубая, более жестокая, индифферентная к тебе в том смысле, что всем на тебя наплевать. Когда я говорил, что неожиданный финальный эпизод, конечно, он сюжетно подготовлен, я имел в виду резкую смену тональности. Главный урок этого фильма. Друзья мои, когда вы занимаетесь сексом, умоляю вас, снимайте носки. Да, я тоже заметил носки, ну, во-первых, сложный и подходящий момент, чтобы именно носки снять, ну, то есть, это как-то всегда неловко очень выглядит, потому что ты как бы прыгаешь или как-то шатаешься, хотя там есть этот момент замечательный, когда Марк Эдельштейн перед первым сексом делает кувырок назад, и ты такой сразу все понимаешь по человеку. Я читал в интервью, что это была первая секс-сцена, которую они снимали, и они оба очень волновались, и от какого-то нервяка Марк сделает кувырок, и в этот момент Майки Мэдисон такая, а, ну, нормально все будет. Как бы обстановка разряжена, и в то же время ты все понимаешь про этого чувачка. И я, кстати, прочитал какой-то забавный факт, что, ну, как часто бывает, постельные сцены снимали с минимумом людей на съемочной площадке, и что перед съемками режиссер Шон Бейкер и его жена, продюсер Саманта Куан, они разыгрывали для актеров, в каких позах они хотят, чтобы те занимались сексом. И мне кажется, это как-то классно, потому что ты как бы из себя ставишь неловкое положение, и как бы в каком-то смысле оголяешься, но они не голыми это делали, вот, надеюсь, прочитал только про то, что они так делали. И это сразу как бы тоже сломает иерархию. Ты не просто такой слюневый режиссер, потираешь потные ладошки и кричишь актерам, да, давайте, подайте жару, а ты сам с ними на одной волне. И Майки Мессон как раз говорил, что ей предложили intimacy coordinator, координатор интимных сцен, как сейчас в Голливуде в целом принято, чтобы всем было комфортно, и чтобы она понимала, что нужно делать. Но она такая, ну мне было так комфортно уже с Шоном Бейкером, с Амандой Куан, и в целом с как бы участником процесса, что я решил, что ну мне это в данном случае не нужно. И действительно каждая сцена постельная там нужна. Вот этот вот объективирующий взгляд, который тут есть, и который мы уже обсуждали в субстанции, к примеру, вот этот вот male gaze, то, что нам показывают Анору, Майки Мэдисон, голый, как правило, и то, что это мужчина-режиссер, тут есть как бы этот взгляд, но при этом он сразу как бы нивелируется абсолютно человечным отношением героини. И то, что авторы на ее стороне абсолютно 100% все действие фильма. То есть тут не возникает этих вопросов про эксплуатацию. То есть в самый первый кадр наверное, но дальше, когда нам представили героиню, мы такие, а, ну нормально, это просто то, как мир хочет ее видеть. И нам это показывают. И плюс тут Марк Эдельшин тоже вполне себе голенький часто бегает. Так что хорошо. Ты, кстати, знаешь, как именно Марк Эдельшин получил эту роль? Через постель, я надеюсь? Формально, да. Они снимались Юра Борисовна в «Столитом вперед». И Юра Борисова сначала утвердили на роль Игоря, а потом он уже предложил Марку, типа, пошли вот на кастинг режиссеру. И в интервью Эдельшин говорил, что вот я очень волновался и думал, как же сыграть этого парня. И что очевидно, что нужны какие-то брендовые шмотки, чтобы быть им. Но денег на них нету, на все эти Гуччи и Ральфу Лорена. И поэтому он прислал видеокастинга голым, сидя в постели и в шляпе. Это по одной из версий. В другом интервью я читал, что там он был голым рядом с зеркалом и в какой-то момент поворачивался. А камера делала зум. Ну, то есть все вот. Вот как нестандартно получить роль в прорывном инди-хите крутого режиссера. С вами были Дауля Джинайдаров и Всеволод Коршунов. Друзья, слушайте нас на всех подкаст-платформах страны от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts. Пожалуйста, ставьте сердечки в Яндекс.Музыки, звездочки в Apple Podcasts. Пишите нам комментарии там же. Большие развернутые комментарии принимаем по адресу подкастсобакакинопоиск.ру Еще у нас есть телерам-канал общим планом. Мы в него укладываем ссылки на эпизоды, разные доп.материалы, опросы, картинки и общаемся со слушателями. То есть в комментариях нас можно иногда выловить. И в целом это такое как бы наше кинокомьюнити и вы можете обсуждать даже и не с нами фильмы, вышедшие, а с другими подписчиками. А над этим эпизодом работали звуковерисер Калера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. Всего доброго. Кстати, удивительным образом здесь нет клюквы особенно. Так точно как-то ухвачены вот эти вот типажи и Юра Борисова в роли простого парня, который вот у тебя рядом на районе тусит. И конфликт поколений, мне кажется, тоже очень здорово решен. С одной стороны, у нас есть взрослые, с другой стороны, у нас есть дети. И когда Торос в забегаловке кричит молодым ребятам, что за поколение не хотят работать, я вот 16 лет работал, ты сразу понимаешь, ну вот, мужик явно в 90-е переехал в США. То, как он решает проблемы, то, как он уезжает от эвакуатора и такой, нормально, нормально, сейчас все решим, сейчас все решим. И вот эта вот разница менталитетов с американкой уже Анорой, которая в третьем поколении получается, то есть она все еще Анор Михеева, то есть у нее бабушка, видимо, узбечка, но при этом она уже в другой ментальности существует. То есть есть странно, во-первых, что Марк Эйлштейн типа не взрослый еще и что так зависит от родителей и не сепарирован, а с другой она верит в вот этот закон, что сейчас позвоню в 911, сейчас в суде разберемся нормально, цивилизованно и то, что вы все сумасшедшие, в то время как ребята, которые из России такие, что мы сейчас все порешаем, сейчас я там знаю людей, подскочим, и, наверное, действительно так это происходит. Это происходит. ВОТ. ВОТ.